Эти скины абсолютно одинаковые, но один стоит 100 долларов, а второй стоит 1 доллар. Почему же так? Ну а меня зовут Алекс, и сегодня мы поговорим о поддельных скинах в CSGO. Ну, если их можно так назвать. Приятного просмотра. Устал от шипа в CSGO? Хочешь пару ножей себе в инвентарь? Заходи на ezdrop.ru Здесь огромный выбор кейсов от обычных коллекций кейса бомжа до ножевого. Ежедневные розыгрыши, промокоды и скидки. Все это ждет тебя на сайте ezdrop.ru Ссылка в описании. Ну и если вы впервые зашли на мой канал, тогда не забудьте подписаться, так как наша семья кейсеров все растет и растет, и нас уже больше 200 тысяч. Итак, первый скин в моем топе будет на Дигл. Ну а если точнее, это Дигл Пламя. Все его, конечно же, знают, это самый дорогой Дигл. Как мне кажется, он самый красивый. И в CSGO он уже довольно давно. Ну и имеет он цену, конечно же, очень большую. Но недавно в CSGO появился аналог этому Диглу. Точнее, этому скину Пламя. Конечно же, этот скин тоже на Дигл. И называется он Оксидное Пламя. И вы только посмотрите, как они выглядят. Лично мне кажется, что они вообще одинаковые. Только поменяли цвет, и все. Ну и это первая подделка, если можешь так назвать, в моем топе. И этот скин Оксидное Пламя стоит намного-намного дешевле, чем обычное Пламя. Чтобы вы понимали, его можно купить закаленным в боях за 15 центов. А обычный скин Пламя можно купить только от 74 долларов. Решать только вам, какой Дигл покупать. Лично я бы выбрал за 15 центов. Ставь лайк, если тоже так бы сделал. Так как, блин, реально, скин абсолютно такой же. Просто другого цвета. Ну а лично я использую скины не для того, чтобы попантоваться перед друзьями. А лично для себя, чтобы мне было приятнее играть. Ну а мы переходим к следующему месту в топе клонов скинов. Или же подделок скинов. Говорите, как хотите. Итак, следующих два скина в моем топе будут абсолютно одинаковые, как и прошлые. Просто с немного другим градиентом. Да-да, градиентом. И этот скин МАК-10 Градиент. Или же Фейт. Ну и подделка на этот скин. Ну или же наоборот. Так как цена их одинаковая практически. Там разница в 20 центов. Это МАК-10 Янтарный Градиент. Вы только взгляните. Также они выглядят абсолютно одинаково. Имеют одинаковую структуру. И самое-самое главное их отличие, это разный просто градиент. Там розовый, а там желтый. Вот и все. Но в любом случае Янтарный Градиент стоит немножко дешевле. Но все же это еще не конец этого топа. И таких скинов реально много. Я не понимаю, зачем нам в CSGO два одинаковых скина? И как Valve вообще такое добавляет? Если вы знаете, вы можете написать в комментариях. Мне будет интересно прочитать. Итак, следующие два скина в моем топе. Это Юс в Королевский Синий. Я думаю, его многие знают, так как он не очень дорогой. Стоит всего лишь 30-50 центов. Ну и даже у меня он раньше был, я с ним играл. Но в недавние операции Гидра добавили кейс в этот Гидра. В котором есть новый скин, который выглядит очень-очень похоже на Королевский Синий. И лично я считаю его подделкой. Ну или же автор, когда делал этот скин, точно брал идею с Королевского Синего. Это Юс Пи Эс Калька. Стоимость его немного дороже, так как он все-таки в операции Гидра. Ну и в общем-то выглядит он как-то поновее. Но сама суть осталась та же. В общем-то реально они безумно похожи. Но это лично мое субъективное мнение. С вашим оно может конечно же расходиться. И это вы можете написать в комментариях. Я их никогда не закрываю. И сейчас будет уже не два скина, а даже три. Названия у них очень похожи. Да и выглядят они почти одинаково. Итак, этот скин будет снова на Дигл. И первый называется Буря на закате и непонятный мне знак. Этот Дигл абсолютно обычный красного цвета. Но что самое-самое интересное, есть абсолютно такой же Дигл. Называется он Буря на закате и символ теперь просто другой. Но главная особенность этого Дигла, то что теперь появилась какая-то рожа китайца. Что? И это все их отличия. Да уж, коллекция конечно же очень старая. Рейзинг Сан. И стоимость данного Дигла от 5 долларов. Но если вы хотите брать прямо за воду, то он будет стоить вам от 15 долларов. То есть это довольно дорого. И есть очень хорошая альтернатива данным двум Диглам. Этот скин тоже на Дигл. Называется Ночиная Буря. И выглядит он абсолютно-абсолютно так же. Вы только взгляните. Только он не красного, а голубого, такого возможно бирюзового цвета. Но только на нем нет лица этого китайца. Но я думаю самое-самое главное, то что его цена с 20 центов. Ну и что бы вы выбрали? Лично я бы выбрал самый дешевый за 20 центов. Хотя он выглядит абсолютно так же. И последний в моем топе скин будет на 5-7. И это конечно спорная подделка. Но ей все-таки есть место в этом топе. Немного подделали 5-7 поверхностная закалка. А именно в виде, когда он полностью желтый. Ну и бывает полностью Blue Game. То есть это полностью синий. А бывают полностью желтые. Такое конечно же бывает очень редко. И такие скины стоят намного-намного дороже. То есть если обычный 5-7 стоит там 4 бакса. То такой полностью голубой будет стоить около 100, а то и 200 долларов. А полностью желтый, но долларов 30, так 40 точно. Это 5-7 Медная Галактика. Только посмотрите, она тоже желтая. И очень сильно смахивает на 5-7 поверхностная закалка, когда она тоже желтая. Ну и этот скин не стоит 40 долларов. Этот скин стоит 1 бакс. Ну а вы, мои подписчики, задумывайтесь перед тем, как покупать какой-то скин. Так как вы тратите на него реальные деньги. И стоит ли это того? Я так не думаю. Ну и конечно же не забывайте подписываться на мой канал. Чтобы постоянно быть в курсе самой интересной информации в CSGO. И просто-напросто подсоединяйтесь к нашей семье ксеров. Ну и если тебе понравился ролик, и ты узнал хоть что-то для себя новое, ты можешь поставить лайк. Я буду тебе благодарен. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи и до скорых встреч.